Мамедага Сафаров один из мужественных сынов Отечества, отдавший свою жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Он сражался до последней капли крови, с честью исполнив свой священный долг перед Родиной. Мамедага родился 10 мая 1997 года в Баку, окончил школу лицей номер 20 имени Арифа Гусейнзаде в Ясамальском районе. В 2014-19 годах учился в университете города Балкисир, Турции. Мать Шахида рассказывает, что во время телефонных разговоров из Турции сын исполнял для нее песню «Анамян Шахидолдум» «Мама, я стал Шахидом». На последнем этапе учебы Мамедага решил сначала пройти военную службу, а потом продолжить обучение. 8 октября 2019 года Мамедага Сафаров был направлен на военную службу в Кусарский район. В дальнейшем он участвовал в боях за освобождение Джабраила в Физули. В сердце Мамедаги Сафарова жили огромная любовь к родине, безграничное чувство патриотизма. Он погиб 21 октября в боях на Физулинском направлении. Вечная память и низкий поклон героям Азербайджана. По поручению президента Азербайджана Верховного Главнокомандующего Ильха Малиева в Шуше начались работы по оценке инвентаризации в связи с мероприятиями по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Рабочая группа из 60 человек, в которую вошли представители Министерства культуры, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, Азерсу, Азерешик, Азерэнержи, Бакябадных и Дметы, Государственного агентства автомобильных дорог, будет работать по шести основным направлениям с участием специалистов из различных сфер. Для этого даны соответствующие поручения. В этих целях предусматривается привести в культурной столице Азербайджана и жемчужине Кавказа городе Шуша работы в направлении предварительной оценки состояния инфраструктурных объектов, земельных участков и другого недвижимого имущества, а также инвентаризацию. В соответствии с поручением главы государства будут приняты меры по планомерному восстановлению города, исторических и религиозных памятников, музеев с сохранением древнего исторического и архитектурного стиля. После реконструкции в Шуша займет достойное место в списке самых красивых городов мира. Сотрудники фонда Яшат начали навещать раненых в и семье шехидов. С этой целью созданы 69 групп. Группы обеспечены планшетами и все нужды семей фиксируются в электронной форме. В процессе участвуют сотрудники фонда Яшат и центров службы АСАН, волонтеры АСАН. Сотрудники фонда Яшат являются членами семьи шехидов и участниками Карабахской войны. Были установлены все адреса, где живут семьи шехидов, а работа по составлению списков раненых завершится в ближайшие дни. Также в ближайшее время начнут работать колл-центр и электронная платформа фонда Яшат. До сегодняшнего дня в фонд Яшат поступило пожертвований на сумму более 10 миллионов монат. Помощь лицам соответствующих категорий в рамках фонда начнет предоставляться в ближайшее время. Азербайджанцы, оказавшиеся в плену вооруженных сил Армении, подвергались пыткам и с бесчеловечному обращению. Как передает канал 13, об этом заявила уполномоченная по правам человека Азербайджана Сабина Алиева. Она обратилась в международную организацию, представив факты жестокого обращения с военнопленными и тем самым отказа от соблюдения норм международного гуманитарного права силами противника. В аппарате омбудсмена Азербайджана требуют у международной общественности расследовать данные случаи. Отметим, что во вторник 15 декабря Алиева навестила в больнице доставленных в Азербайджан освобожденных из плена Диргама Аскерова и Шахбаза Гулиева, а также 12 военнослужащих, участников Отечественной войны. Она провела личные беседы с каждым из них. В особенности ее интересовало, как в настоящее время чувствуют себя возвращенные, как с ними обращались во время содержания в плену и какие их права были нарушены. Теперь этих людей ждет длительная реабилитация, особенно тех, кто в настоящее время даже не может встать с постели. Таких несколько человек. По данным аппарата омбудсмена Азербайджана армянская сторона нарушила нормы Женевской конвенции по обращению с военнопленными. В рамках ознакомления общественности республики с состоянием освобожденных от армянской оккупации территории Азербайджана, Министерство обороны республики сняло видеорепортаж в еще одном населенном пункте, вернувшемся под контроль государства. Военное ведомство опубликовало кадры из села Бюйк-Таглар Хаджавенского района Азербайджана на своем официальном сайте. Текущее число больных COVID-19 в Азербайджане составило 62 427. Как передает канал 13 со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров страны, это абсолютный антирекорд по числу активных случаев COVID-19 за все время вспышки заболеваний в Азербайджане. До недавнего времени таковым считался показатель, зафиксированный днем ранее 62 247 инфицированных. Отметим, что по состоянию на 16 декабря 2020 года Азербайджан сообщил о 187 336 подтвержденных случаях инфицирования COVID-19. 122 859 человек из общего числа зарастившихся выздоровели, 2050 скончались. В Армении родители пропавших без вести солдат избили министра обороны сепаратистского режима Микаэля Аждуманяна. Информация об этом распространилась в армянском сегменте соцсетей. Сообщается, что он подвергся избиению со стороны родителей солдат, которые не смогли получить информацию о результатах поисков своих пропавших детей. Они обвинили правительство Армении и представители преступного режима в равнодушии. По данным армянских СМИ, в результате поисковых операций в Физулид-Джабраиле обнаружены тела еще 64 армянских военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг выразил сожаление в связи с тем, что союзники по Альянсу вынуждены вводить санкции друг против друга. Об этом, как передает канал 13, он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории, отвечая на вопрос журналистов о его позиции в отношении санкций США против Турции за закупку российских систем С-400. «Я сожалею, что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции. Я также выражала беспокоенность приобретением Турции российских систем С-400. Это национальное решение, но эти системы не могут быть интегрированы в системы НАТО», пояснил генсек НАТО.